Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Недавно я делал скринкаст по Hubs Mozilla, ссылка в описании. Сервис, мне кажется, чересчур игровой для проведения серьезных конференций и совещаний, но идея разнесения спикеров в онлайн пространстве достаточно крутая. И вот я наткнулся на Special Chat, пространственный чат, в основе которого лежит та же идея, но реализовано все достаточно строго и выдержано. Идея заключается в том, что тут есть пространство, в рамках которого участники могут перемещаться и от этого зависит, что участники будут видеть и слышать. Создаем пространство, я сейчас расскажу все подробно и понятно. На почту приходит письмо, во-первых, со ссылкой на созданную комнату и, во-вторых, это важно, секретный линк администрирования. В комнате по обычному линку никаких настроек нет. Об администрировании позже, а сейчас о комнате. Работает все, кстати, из-под браузера, никаких дополнительных программ доустанавливать не нужно. Ну и вот я здесь. Левая кнопка мыши перемещает иконку, то есть меня. Колесо мыши меняет масштаб. Отключу видео, чтобы не смущать вас своим уставшим видом. Кроме отключения видео и микрофона, стандартных опций для любых видеоконференций. Тут можно что-нибудь расшарить. Тоже стандартная функция, но выглядит здесь это по-другому. Вот я подвесил какое-то изображение, но занимает оно не весь экран, а подвешивается в какой-то его части. Кстати, пространство тут не открытое, оно ограничено. Чтобы понять, зачем тут все так придумано, нужно пригласить кого-то к участию. Ссылку проще всего взять из адресной строки. Отправляйте любым удобным способом. Я попробовал зайти с телефона, все прекрасно сработало. У меня на телефоне стоит браузер Вивальди. Вивальди спетчал чат поддерживает, а вот на другом телефоне стоит браузер по умолчанию. Программа отказалась запускаться и попросила переустановить браузер. Имейте это в виду. Итак, вот у нас появился второй участник по имени Сергей. Сейчас я рядом с Сергеем и я его прекрасно слышу, а он меня. А сейчас я удаляюсь от Сергея и слышим мы друг друга все хуже и хуже. А теперь не слышим вовсе. И тут достаточно забавно реализована вот эта граница, когда мы слышим или не слышим друг друга. Но только чтобы это увидеть нужно включить камеру. Если мы в зоне общения, в его кружочке включена камера. Чем мы ближе и лучше друг друга слышим, тем кружочек больше. По мере удаления он уменьшается и когда камера отключается, мы выходим из зоны общения. Соответственно вот я ушел к фотографии и я никого не слышу. Вот ко мне пришел Сергей, мы можем общаться. Вот он мне надоел и я опять покинул зону общения. Но есть тут такая забавная кнопка мегафон. И когда я включаю мегафон, меня слышат все в комнате, независимо от того, кто где находится. Причем если даже включен мегафон и я далеко от какой-то группы людей, которые общаются между собой, я их не слышу. А вот они меня слышат, ну чем не планерка. Кроме того тут есть чат и набор эмодзи. Но это не привычный чат, который могут прочитать все, а вот такие реплики, которые держатся я думаю секунд 7-8 и не факт, что их все увидят. Все зависит от того, где находятся люди и какой у них сейчас масштаб экрана. Кроме расшаривания изображений тут можно расшарить экран или отдельные окна. Положить где-нибудь и собраться вокруг окна с целью обсудить содержимое. Закрыть окно может тот, кто его расшарил. И вишенка на торте – видео с YouTube, Twitch или Vimeo, который работает по такому же принципу, что и все пространство. Вы запускаете видео и если находитесь рядом, смотрите и слушаете. По мере удаления слышите все хуже и хуже и в какой-то момент не слышите вовсе. Ну то есть посмотрели ролик, надоело, пошли в какой-то другой конец комнаты с кем-то пообщаться. Кроме регулирования громкости, что называется ногами, можно еще вот здесь отключить микрофон у кого-то из присутствующих. И вы не будете его слышать, даже находясь рядом. Мне кажется мечта многих уставших от общения – сделать вид, что слушаешь и отключить насовсем. Теперь по ценам. Тут есть проблема. Бесплатный тариф исчисляется человеком минутами. 3000 человека минут в день – в целом достаточное количество. Тем более, что до пятерых участников таймер не включается, то есть это бесплатно. Но что может означать фраза «ограниченное предложение до конца января» я не знаю. Точнее, что будет потом. Следующий тариф уже 50 долларов в месяц – это много. Но посмотрим в конце января. Последнее о чем скажу, но не покажу. Потому что это тема для отдельного скринкаста. И как всегда буду ли делать продолжение зависит от ваших лайков и комментариев. Это настройки. Для доступа к административной панели вам нужно перейти по второй присланной ссылке. И тут у вас появляются две дополнительные кнопки. Таким образом вы получаете доступ к настройкам пространства. Одним словом, если ценовая политика разработчиков не изменится – сервис весьма годный для онлайн-нетворкинга. Если изменится и тариф будет начинаться от 50 долларов в месяц, значит будем ждать последователей, не думаю, что это очень сложный в реализации продукт. Все любите друг друга. Все-таки как бы не развивались технологии, я вам советую реальное общение. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.